Всем привет из Коста-Рики и уже из названия понятно, что тема сегодняшнего видео будет весьма интересной, но обо всем по порядку. Об эвакуации россиян из Коста-Рики мы поговорим немножечко позже, а начать хочется с темы про коронавирус. Это опять стало самой обсуждаемой темой на этой неделе, а точнее самой обсуждаемой темой в Коста-Рике за последние дни. В очередной раз был побит рекорд зарегистрированных случаев заражения за сутки. Это случилось в четверг, 119 случаев и впервые за все время пандемии в Коста-Рике более 1000 активных случаев, если быть точнее 1064 случая. Министерство здравоохранения Коста-Рики бьет тревогу. Приостанавливаются все программы по смягчению коронавирусных мер и сегодня, 20 июня, должен был начаться третий этап смягчительных мер. Естественно, сейчас все заморожено. Сегодня в субботу 20 числа и завтра 21 введены дополнительные ограничения по всей стране. Рестораны, музеи. Все, что раньше было разрешено открывать по выходным, сейчас закрыто. Также введены ограничения на движение личного автотранспорта. Остаются открытыми, опять же, супермаркеты. Единственное, что супермаркеты, аптеки и медицинские учреждения. Приостановлен чемпионат по футболу. Закрыты все пляжи. Все эти меры будут действовать до понедельника, но министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас заявил, что все будет зависеть от статистики в ближайшее время. Возможно, ограничения будут продолжены или введены какие-то дополнительные ограничения. Он также заявил, что увеличилось не только число заболевших, общее число, но и число госпитализаций, то есть людей с более тяжелой формой заболевания. Министерство здравоохранения Коста-Рики надеется, что подобные предпринятые меры помогут избежать экспонационального роста числа заражений. И хотя число смертей, смертности от коронавируса в Коста-Рике невысокое, но все дело в том, что очень мало места интенсивной терапии доступно в костариканских больницах. Вспышка возникла с севера, то есть с Никарагуанской границы, и многие костариканцы жалуются на то, что ослабили контроль на границе, и поток мигрантов никарагуанских хлынул с никарагуанской стороны, где, я напомню, что не были введены никакие меры по борьбе с коронавирусом. И, соответственно, таким образом распространился коронавирус, начал распространяться по Коста-Рике. На прошлой неделе, по-моему, были сведения о том, что костариканские власти делали проверки на плантациях ананасов в северной части, и нашли много случаев заражения коронавируса у мигрантов никарагуанских, которые работали, соответственно, на этих плантациях. Они там живут в достаточно стесненных условиях, в бараках, и поэтому, собственно, инфекция и очень легко и быстро распространяется в таких условиях. На фоне вспышки коронавирусной инфекции в Коста-Рике на этой неделе представители туристической отрасли попросили правительства Коста-Рике рассказать, объяснить и уточнить, установить точные даты, когда будут открыты границы для международного туризма. В этом письме также говорится о том, что меры, предложенные костариканским правительством в поддержку туристической отрасли, оказались практически невыполнимы. И если даже они выполняются, то выполняются очень медленно и неэффективно. Представители туриндустрии заявили, что если не будет оказана поддержка туристической отрасли, в течение следующего месяца будут уволены оставшаяся часть сотрудников, и отрасль полностью будет практически уничтожена. В письме также говорится, что ставка на внутренний туризм себя не оправдала, и представители туристической палаты требуют открытия границ с 1 июля. Даниэль Салас, министр здравоохранения Коста-Рики, на этой неделе во вторник заявил о том, что границы будут открываться постепенно, очень аккуратно, и только для тех стран, в первую очередь, где коронавирусная инфекция взята под контроль. Но опять же здесь хочется отметить, что костариканский туристический бизнес интересует именно туристы из США. То есть когда приедут туристы из Северной Америки, США и Канада, это главный поток финансов в туристическую сферу Коста-Рики. Но в самих США пока что коронавирус не идет на спад. Как отмечают власти, и это было спрогнозировано, коронавирус просто перемещается от штата к штату. Сейчас в Соединенных Штатах более 2 миллионов случаев заражения и больше 100 тысяч смертей. Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, с учетом статистики, которая поступает в последнее время, границы будут оставаться закрытыми. Конечно, костариканским властям сейчас не позавидуешь, ситуация достаточно серьезная. На фоне всего этого приходили еще сообщения о том, что выросла безработица до 15,7%. Эти данные с февраля по апрель. То есть они захватывают всего лишь 2 недели коронавируса, когда были введены ограничения. И по сути бизнес еще продолжал работать. Он не сразу остановился в эти дни. Можно сказать, что коронавирусная статистика здесь, здесь ее еще нет. И, соответственно, следующие данные стоит ожидать роста, роста числа безработных. На мой взгляд, следующая неделя будет очень важна для принятия решений. Опять же, пик пандемии не пройден. Вторая волна, новая вспышка. Скорее всего, на мой взгляд, страна будет снова вынуждена закрыться. Отказаться от следующего этапа смягчительных мер и ввести какие-то новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вы бы видели, как происходит запись этого видео. Я сижу на камне. Камни теплые нагрелись от солнца. И рядом расселись василиски. И слушают, наблюдают, что я делаю. Переходим к главной новости. На этой неделе, в четверг, по-моему, с утра. Я получил, рано утром получил сообщение, но на, по-моему, WhatsApp или Telegram меня добавили в группу российских туристов. Кстати, эту часть я записываю без всякой подготовки. На новости я пишу сценарий. Здесь будем без этого работать. Просто объясню, расскажу свое мнение. Информация о том, что будет вывозной рейс. 30 июня 2020 года эвакуационный рейс из Коста-Рики в Россию, в Москву. Хочу, в первую очередь, сказать большое спасибо тем ребятам, которые мне сообщили информацию, опять же, в это же утро. Всем спасибо. Хотя я говорил, что и не собираюсь никуда уезжать. Но все равно большое спасибо, что предупредили. И поначалу я увидел эту новость и думаю, ну это же не для меня, как бы я остаюсь здесь. Решение уже принято, я не собираюсь домой. И пошел заниматься своими делами, готовить, есть. Это было утро, завтрак. И после завтрака я что-то такой призадумался. И включилась логика. Как вы уже знаете, я собирался в мае возвращаться в Россию. Это, в принципе, у меня было записано еще в прошлом году, когда я уезжал из России. Я записал в своих целях, что еду на год. Не просто я еду, это как одна из целей была, на год уехать. Нет, эта цель была именно достаточно труднодостижимой, потому что мне реально не хватало денег. У меня там бюджет не совсем сходился. И, соответственно, для меня это было как такое преодоление препятствий. Это реально было не просто так вот, у меня деньги есть, я должен провести год прожить в Коста-Рике. Нужно было еще подумать, как увеличить доходы, чтобы прожить. И, соответственно, в мае ничего не получилось, потому что коронавирус. Домой я не собирался, но нужно было думать, что делать дальше. Коста-Рика для меня на этот момент закончилась. И я дальше больше не знал, что делать. Потому что я посмотрел уже всю Центральную Америку, часть Северной Америки. Центральную Америку, за исключением Белиза, часть Северной Америки, половину Мексики. И я собирался, если честно, ехать дальше в Южную Америку. То есть начать или с севера, с Колумбии, или с юга. Это Уругвай или Аргентина. И я ждал открытия границ, чтобы улететь туда. Я не собирался возвращаться в Россию. Я также не рассчитывал, что будут вывозные рейсы. Предполагал, что, скорее всего, границы откроются. И люди просто сами полетят. Ну, потому что здесь не так много россиян, как мне казалось, застрявших. И, соответственно, вряд ли кто-то будет пускать сюда самолет. Но, опять же, включив логику и подумав, что какой смысл сидеть здесь, если можно улететь сейчас в Россию. Плюс билеты, на мой взгляд, будут стоить не очень дорого. Ребята знакомые улетали из Перу за 400 долларов с человека. Лучше полететь в Россию и подождать там, опять же. Плюс последние события здесь. Сейчас вообще непонятно, что происходит. Точнее, пока понятно. Понятно, что начинается вспышка коронавирусная. И, скорее всего, будет все закрываться. И, соответственно, на мой взгляд, все так сложилось, что лучше, конечно, полететь. Плюс там все стоит дешевле гораздо. Не нужно платить за квартиру у меня своя. И можно спокойно переждать в России. Плюс лето, там сейчас фрукты. Короче, одни плюсы. Я так подумал, смысл оставаться здесь все равно в Коста-Рике. В Коста-Рике, именно в Коста-Рике. Мне уже делать нечего. Пережду. И потом, собственно, по ситуации будем смотреть, как откроются границы. Скорее всего, я улечу в Южную Америку. Как и планировал. Но вообще в течение этого года, с самого начала, мои планы очень сильно поменялись. Я, может быть, сделаю дополнительное какое-то видео по приезду в Россию. Расскажу о том, о чем думал вначале, что уже начинал делать и что пришлось приостанавливать. Скорее всего, сделаю такое видео. Расскажу свои планы, которые не сбылись пока что. И отложены на дальний срок, скажем так, на дальнюю полочку пока. Заявка была мною подана в пятницу. Я оставил себе день подумать. Надеюсь, что меня включат в списки, и мы все вместе благополучно долетим до Родины. На этом все. Будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. Инстаграм будет здесь. Всем пока. До новых встреч. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова